Итак, дорогие друзья, я всё время говорю о том, что женщинам Вселенной и от природы, от мироздания дано быть связанной с силами природы, что она лучше их чувствует, лучше знает, понимает, и благословение от сил природы женщине приходит больше, чем мужчине, и что женщина по сути своей изначально связана с силами мироздания и получает от этих сил информацию, что мы называем инстинктом, седьмым чувством, развитой интуицией и прочее. Пусяк, не храпи. Храпит, сволочь. Но мы мало говорили о мужчинах, о мужчинах, которым даны способности не просто сверхъестественные, а мужчины, которые были избраны и рождались для того, чтобы стать защитниками целых народов, рода, чтобы стать путеводителями и учителями, оберегающими воинов на пути к сражению, на пути к кровавым битвам, некий сопровождающий учитель. На Западе вообще, в западных странах, в северных, у северных народов их называют характерниками. Значит, на более северные широты, сейчас, секунду, я, он храпит, на нервы действует, мешает, сволочь. Пусяк, хватит храпить. Вот так вот храпит, как дед старый. У викингов это были воины, ведьмаки их называли. Многие учителя, друидов становились воинами, которые сопровождали других воинов, учили, обучались, целяли, помогали. На Востоке их называли фидаи. У балканских народов их называли гайдуги. Может быть, образ Абрека чем-то похож, чем-то схож, чем-то близок к характерникам, но немножко отличается, о них мы поговорим позже. Итак, характерники фидаи гайдуги. Кто они такие были? Что за мужчины, которые в истории остались, как чуть ли не все могущие, знающие язык трав, умеющие выходить из любой ситуации без вреда для себя. Люди, которых пули не брали, стрелы не могли ранить, люди, которые могли убивать взглядом, желанием, словом. Начнём с того, что корни характерников идут из Древнего Востока. И зародилось это понятие фидаи, жертвующий собой в Персии. И название фидаи, что означает тот, кто жертвует собой во имя людей, во имя идей, во имя спасения рода и прочее, прочее, это была целая философия. Дорогие друзья, фидаи или смертники их ещё по-другому называли. Они формировались в то время, когда Иран постоянно подвергался нападениям кочевых народов. И нужно было иметь определённое войско, просто фанатичное, преданное войско, которое могло как бы помочь вылезти стране из этой трудной ситуации, из этого положения. Более того, учения фидаи были тайнами, и про них не все знали. Это были люди натренированные, это были люди, которые владели определённой силой, знанием, то, чем не владел никто. То есть это были, если уж так грубо сказать, колдуны того времени. Однако их колдовство, их целительство, их знание прикрывалось религией, которым они, собственно говоря, и, как бы сказать, оправдывали свои все эти знания, своё могущество. Фидаи не имели право создавать семью. Считалось, что семья для них – это их собратья, это та организация, в которой они служат. И что человек семейный, он всё время оглядывается на жену, на детей, а фидаи не вправе жениться. Он должен был всю свою жизнь посвятить своему делу, то есть служению своему народу. Фидаи носили саван с собой, свой саван. Это единственное, что разрешалось им носить с собой. Это саван. Чтобы их хоронили сразу же, после того, как они гибли. И что в этом мире единственное, что у них есть – это их жизнь, больше ничего. Этих людей закаляли, обучали очень многим тайным знаниям, обучали определённым заговорам, шепоткам, определённым магическим, скажем, не просто знаниям, тайнам, тайнам магии. И они практически, эти люди, становились неуязвимы. Это были профессиональные убийцы, если уж так сказать, но с такими навыками, которыми, наверное, позавидуют все спецслужбы мира. Но помимо всего прочего, фидаи использовали знания, древние знания, и они умели исцелять, они умели врачевать, они умели заговаривать раны. Они могли убить одним ударом, зная все уязвимые точки человека. Эти люди шли к этому, то есть к чему они стремились, да, что они умели в итоге много лет, десятки лет их подготавливали для того, чтобы они вели. Это была, по сути, тайная армия. Эта тайная армия вычисляла всех врагов Отечества, всех предателей и ликвидировала. И при всём этом никто не мог знать, как они проникли, как они убили, как они, значит, устранили этого человека, как они вышли. Никто их не видел. Считалось, что они владеют особой магией, что они могут превращаться в невидимок. Но, естественно, я вам объясняла, что превращение в невидимок – это не в буквальном смысле нужно понимать. Это нужно понимать таким образом, что наводят мороку. То есть начитывают, и люди просто не видят очевидного. Люди могут не видеть человека, который перед ними стоит. Представляете, какие опасные люди и какие опасные навыки. Но в то же самое время это, скажем так, не каждому было дано. Их отбирали, их выбирали с малых лет, забирали и обучали. Обучали люди, которые владели этим тайным знанием. Говорилось, что у них есть даже свой личный колдон, магистр, который их обучал определённой технике боя. Такие люди чувствовали заверсту, просто запах врага. Они могли уйти из любого окружения. Они могли спастись и выйти целыми из любой передряги. Их практически невозможно было победить. И вот эта легендарность Фидаи создаёт множество, скажем так, легенд, рассказов, эпосов. Потому что всё тайное, всё необъяснимое окутывается такой вот, знаете, окутывается такой легендой. Вокруг ажиотаж создаётся этой темы. Вокруг этой темы создаётся некий такой эпос о воинах, неуязвимых воинах, невидимых воинах, о которых слагали легенды, но их никто не видел. Как ни странно, вот именно Фидаи Персии, Восточной Персии, этих людей вот по именам или по истории их жизни мы знать не можем. Считалось, что Фидаи могут быть и среди купцов, они скрывались. То есть это для них была маскировка. Они занимались чем-то, они были мирные жители в дневное время, они были обычные люди, но ночью они преображались. У них была двойная жизнь, у них была совершенно другая жизнь. Они поддерживали между собой связь и в нужный момент собирались вместе, совещались и шли на определённую операцию. Таким образом, с помощью Фидаи было ликвидировано очень много сираскиаров Османской империи, которые одно время воевали с династией Сефевидов, именно династией Али Осман. Они были враги вековые. И вот таким образом многие сираскиары, это означает военачальники, предводители, они куда-то исчезали. Они исчезали или их находили в своём шатре, убитом, с перерезанным горлом. И причём самое интересное, что жёны, которые спали рядом со своими мужьями, этого не видели, не чувствовали. Они понятия не имели, как это случилось. Они просто просыпались в какой-то момент и видели, что мужа убили, прирезали, собственно говоря. И как они бесшумно заходили, выходили, никто не знал. Мы не можем знать имя ни одного восточного Фидаи, ни одного служителя культа, скажем так, преданности Отечеству. Нет о них никаких сведений, о них ничего не сказано. Но то, что они существовали, то, что эта организация имела место быть, оно потом выявилось в 20 веке, когда начались национально-освободительные движения против османского ига у народов угнетённых. И вот это название Фидаи, тот, который собой жертвует, взяли на себя, например, армяне. И воины особого назначения начали называть себя Фидаи, повстанцы, я бы сказала. Те, которых сейчас принято называть, например, экстремистами. Но вот они были экстремисты Османской империи. Они противостояли власти. Они желали отделить Западную Армению от Османской империи, владельчество. Но вот Фидаи 20 века, которые уже были, среди них были и армяне, и болгары, и румыны, кстати говоря. Просто больше всего именно запомнилась организация Фидаи, перерождение своё получила у армян. Жертвующий собой точно так же запрет на то, чтобы жениться, запрет создать семью, запрет на много запретов. Запрет себе брать, скажем так, золото, драгоценности, которые как военные трофеи получали. Они раздавались людям, чтобы человек не портил себя богатством, имуществом. Было запрещено абсолютно любое материальное благо. Носили эти люди с собой свой саван смерти. Они были готовы к смерти всегда. И в отличие от Фидаи древнего времени, Персии, этих Фидаи мы знаем. Мы знаем, как их героев национально-освободительного движения. Но, невзирая на всё это, хочу вам сказать, дорогие друзья, что эти люди тоже практиковали определённые знания. Они не были религиозные фанатики. Я бы сказала, что они больше были, скажем так, языческого уклона люди. И даже прозвища их языческие, то есть они брали себе прозвища языческие, они были очень далеки от фанатизма, от религиозной преданности. Они были преданы своей нации, своему народу. И говорилось, что они что-то начитывают, они знают какие-то особые молитвы, особые заговоры, поэтому их не могут поймать, поэтому их не могут вычислить, поэтому их не могут убить. Многие из них действительно, конечно, убивали, то есть многие из них гибли. Понятное дело, что они были не бессмертны. Но народ настолько любил их, настолько считал их легендарными, что слагал о них песни, в которых говорил о том, что кто-то из них там обрёл крылья, улетел и спасся. Кто-то, значит, исчез в лесах навеки и до сих пор живёт там, и его душа осталась в этих измерениях, то есть он не умер, он стал бессмертным и так далее. Может быть, народу не хотелось верить, что герои, которых они так любили, боготворили, умирали, что тоже гибли. Но в любом случае эти люди остались как легендарные воины. В чём была функция Федаи? Функция Федаи состояла в том, чтобы помочь спасти угнетённых, помочь бедным, помочь несчастным. Эдакие Робин Гуды своего времени, но в отличие от Робин Гуда, это была особая организация с особыми жёсткими законами, которых нарушать было нельзя, потому что любое нарушение этих законов грозило изгнанием, и полностью, скажем так, снимали с него все вот эти защитные функции, которые им выдавалось при вступлении в эту организацию. Считалось, что там есть особые мудрецы, что они знают язык трав, точно так же врачевание, что они заговаривают раны, поэтому эти раны заживают ещё только сразу же, скажем так, после того, как были нанесены. Более того, было очень много легенд, связанных с тем, что они являлись людям во сне и предупреждали, что в этом месте, в скором времени будет нападение, чтобы люди спаслись, уходили. Они начали верить, что это были не просто люди, это были при жизни, как их назвали, ангелы на земле, то есть те, которые пришли спасти людей и отдали свою жизнь за спасение людей, которые были беззащитны, и даже после смерти покровительствовали и помогали. И вот, знаете, можно верить в эти легенды, можно не верить, но факт остаётся фактом, что подобные воины, ведьмаки, целители, как вы хотите, а по-другому фидаи, жертвующие собой, те, которые пришли в этот мир, чтобы собой пожертвовать, эти люди, часто попадая в осадное положение, будучи там человек 40-50, окружённые огромной армией, почему-то всегда могли спастись и выйти. Очень часто они могли выйти, просто разговаривая с этими воинами, то есть выдавая себя за части этого войска, говорили, что переодевались, некоторые говорили, что они что-то начитывали и поэтому становились невидимы. Для того, чтобы понять, в чём тайна, в чём секрет неуязвимости этих воинов, многие предполагали, что у них есть некий покровитель святой на небесах, к которому они обращаются, и он им покровительствует, он им помогает. Называли этого покровителя небесный султан, то есть небесный некий покровитель. Неудивительно, что, скажем, тюркские названия вошли в обиход, потому что всё-таки Османская империя и всё-таки были, как бы, знаете, скажем так, под подчинением этой страны, под властью, поэтому хочешь не хочешь, определённые термины употреблялись. Следующие, которые приходят после, скажем, после понятия Фидаи, это воины-характерники, которые, наверное, больше вам знакомы, воины-характерники, воины-ведьмаки, либо их ещё называли, сейчас скажу вам, казацкие колдуны. Характерники известны ещё с древних времён, и считалось, что самым первым воинным характерником, вообще основоположником такого течения, обращения к силам природы, к магии и так далее, был сам князь Святослав, великий князь Святослав. Доброе-доброе утро всем, кто не спит. И его походы, его удачные походы, его, скажем так, уважение, которое к нему было, войско, его простая жизнь воина, безмерная любовь, которая была по отношению к нему всех его военачальников, всех его воинов, любовь женщин, которых у него было очень много, скажем так. И одна из них, самая знаменитая малуша, которая родила ему сына Владимира, который потом, к сожалению, попёр, скажем так, да, попёр его религию, его верование и принял чужую веру Владимир Креститель. Ведун, целитель, духовный наставник, одним словом, Запорожской сечи. Характерники Запорожской сечи занимались ведовством, гаданием, лечением раненых, знаете, физической подготовкой, психологической подготовкой, скажем так. И очень много слагалось легенд об известных воинах-характерниках. Один из них известный казак Мамай. Прошу не путать с ханом Мамаем, это совершенно разные понятия. Который считался один из самых сильных колдунов, целительным характерником известной Запорожской сечи. Он как бы такой, знаете, собирательный образ казака-мудреца, который странствовал, который рассказывал легенды, мифы, который рассказывал о воинах Украины, рассказывал о казаках, об их жизни, об их подвигах и так далее. Значит, вторым по значимости характерником Гетман, ну, в некоторых версиях его называют Гетманом, некоторые говорят, что он был простой казак, Иван Сирко. Он провел 244 сражения, 244, вот вы представляете, и ни разу не был ранен. И все казаки верили, что он перед тем, как выйти на войну, на поле брани, проводит несколько ночей, договаривается с какими-то силами, что он заклинает вражеское войско, что он договаривается с волками и с ястребами. То есть был такой обряд у него, который запомнился казакам, что перед боем он с ними договаривался с духами и с силами природы о том, что он согласен отдать вражеские войска, как бы, то есть души врагов в жертву этим силам, если те подарят ему победу. И был такой известный фирман турецкого султана. Представляете, до какой степени этот человек стоял поперёк горла у них, что фирман, вообще фирман это означает как указание, указ, то есть принудительный приказ турецкого султана о том, чтобы в мечетях молились за гибель Ивана Серко. Вот и некоторые приводят, вот цитирую, мог ли простой человек с небольшой кучкой товарищей самостоятельно без чужой помощи отбиться от значительно превышающего намного вооружённого турецкого или татарского войска из более тысячи, тридцати тысяч яничар. И наутро обнаруживалось, что тридцать тысяч яничар не смогли их удержать, а значительное количество из них было вырезано как бараны. Вот как после этого было не верить, что этот человек, вообще эти воины обладали определённой силой, что эти воины знали какие-то древние тайны. Я хочу вам сказать, вообще спросить, как вы считаете, в наше время есть характерники вообще? Остались такого типа люди, даже, может быть, не специально заклинающие врагов, а вот именно люди, профессиональные воины, которые вот из всех этих передряг выходили сухими из воды. И их защищает некая сила, направляет, и вот они внутренним чутём чувствуют осаду, они чувствуют человека за много километров, они знают, что будет, то есть им показывается заранее, что может быть. Они это, может быть, приписывают интуиции, может быть, военному опыту, но на самом деле это характерники нашего современного мира, которые даже не верят в то, что есть магия, может быть. В любом случае, хочу вам сказать, что человек воюющий, он верит во всё, он верит в любую силу, он чтит любую силу, они очень не просто суеверны, они очень боятся обидеть силу, потому что когда человек идёт на смерть, когда человек идёт лицом к лицу видеть свою погибель, для такого человека нет понятия не верю или не существует, такие люди, они верят во всё, в этот момент они во всё верят, и они всё чтят, у всех сил просят помощи, они действительно существуют, дорогие друзья, но вот того понятия характерника и той организации, которая была в то время, конечно, к сожалению, сейчас нет, эту культуру мы растеряли. Был другой украинский характерник, его почему-то называют Дерилевский, хотя, может быть, это не фамилия его, может быть, это прозвище его, он сам ковал ружья и умел их заговаривать, он заговаривал оружие всех воинов, которые с ними выходили воевать. Второй брат его, он был либо брат, либо соратник, но он как бы сохранился как брат название, Концибер, говорят, что он был великий чаровник и умел заколдовывать. И он умел заколдовывать свои деньги, клад, и даже если они были в открытом месте, никто их не брал. Говорили, что они напускают урочище. Урочище вообще, урок или урочище, как вам сказать, слово сурочить, это воздействовать. Слово урок в магии это воздействие. Когда вот, например, мы снимаем человека, говорим, уроки да призоры, там, садите, там, с него выйдите, садите на это. Урок сурочить, воздействовать на человека. Вот они могли сурочить. Они умели сурочить, и они напускали урочище, так говорили в то время. То есть они воздействовали на людей, которые рядом находятся. Дорогие друзья, если человек обладает определенной силой, определенными тайными знаниями, тем более, если это человек воин, он может нагнать страх на любого, кто вышел против него. Внутренний, душевный страх. Понимаете? И уже против него выходящий человек был уверен в своем проигрыше. не только вера увеличивается. Поймите, тут не только верить дело. Можно верить без конца и края во что-либо, но это не спасет человека от погибели. Есть еще другая внутренняя уверенность, есть еще просьба к силам. Далее. характерный, когда умирал, его хоронили лицом вниз. Считалось, что солнечные лучи ему мешают, его злят, и он может проснуться уже в другом обличии. И вбивали ему укол в грудь, чтобы это останавливало, чтобы он больше не вставал. То есть он должен был как бы сказать навеки уходить. Некоторые легенды того времени говорят о том, что характерников не хоронили. Говорят о том, что даже их тело сворачивали во что-то такое, чтобы сохранить, как бы мумифицировали практически и возили с собой. Почему это делали? Считалось, что если тело характерника не хоронить, то его душа не уходит в мир иной. То его душа начинает, то есть ходит между войском врага и помогает побеждать их. То есть он нагоняет страх даже после смерти, но только его тело должно находиться рядом с войском. Если помните, я когда-то говорила, когда рассказывала о черепах, о том, что забирая череп врага, порабощали душу воина. И считалось, что теперь этот воин, сильный воин, который нагонял страх на врага при жизни, после смерти не сможет помочь своему войску, после смерти не сможет покровительствовать и ввести их к победе. и поэтому они, боясь, что души предков, людей, которые сражаются, могут им подсобить, помочь, порабощали эти души и тем самым как бы лишали защиты войска. Вдвойне лишали. Мало того, что они убивали и ликвидировали сильных лидеров, так они еще порабощали их души, так считалось. Порабощали души, и поэтому эти души уже не могли своим помочь на поле брани, потому что в то время верили очень свято, верили в то, что душа ушедшего воина покровительствует своим соратникам, которые здесь остались. Далее. Как происходила закалка воинов-характерников? Во-первых, считалось, что у них должен был быть наставник, который их всему обучал. Во-вторых, они заключали договор с темными силами, и поэтому темные силы их оберегали. Если темные силы других уничтожали рядом с ними, находящимся, их оберегали всеми силами. Они отдавали жертву темным силам души своих врагов. По сути, если так уж по-честному, это были черные магии, ну вот так вот скажем. Хотя я не делю магию на черную-белую, но для того, чтобы простому человеку было понятно их магия, их колдовство, я поэтому вам и говорю. Это были черные магии. Гайдуки. Гайдуки – это венгерское слово. Освободители. Изначально гайдуки – это освободители войны, которые находились под гнетом Османской империи. Вот все народы – болгары, армяне, румыны, которые находились под, скажем так, в составе Османской империи, захотели в начале XX века уйти, захотели независимости. И вот начали возрождать традицию Фидаи. Но эта традиция немножко перемешана с народными поверьями, народными сказаниями, эпосами и так далее. Гайдуки – это характерники XX века, скажем так. Точно так же люди, заключавшие договор силами, темными силами природы, люди, которые ограничивали себя в еде, люди, которые доводили себя до определенного уровня сознания, голоданиями, скажем, медитация не той восточной медитации, к которой мы привыкли и знаем, а именно уединением с природой, воздержанием сексуальным отношений. Это все приводило к тому, что сознание человека, подсознание человека менялось. И со временем гайдуки становились неуязвимые воины, люди, которые могли предвидеть будущее, люди, которые знали практически полностью, как движется вражеское войско, их планы. Одно время турецкие паши говорили, что такое ощущение, что гайдуки сидят рядом с нами и просто слышат, что мы планируем, что мы говорим. Один из таких происшествий, таких случаев было, когда один из гайдуков настолько, скажем так, незаметно просто приблизился к шатру великого визиря и убил его, убил его на глазах его сановников, его охраны, и его, как ни странно, не смогли поймать. Он точно так же, убив его, в этом ажиотаже исчез, его не смогли поймать. Многие из гайдуков внедрялись в войско врагов, узнавали их планы, тайны и прочее, и прочее. Так вот, дорогие друзья, вот эти три понятия, которые я соединила, на самом деле это продолжение друг друга, то есть это одно и то же направление воинов, просто оно у разных культур развивалось по-своему, но понятие одно, во-первых, спасение рода, о спасении рода я вам говорила, что если человек спасает род, продолжение рода, которое должно быть, это самое наивысшее, скажем так, не просто героизм, это наивысшее похвало, наивысшее, так скажем, услуга, оказанная вселенной, грубо говоря, и вселенная за это воину, невзирая на его образ жизни, на его допущенные ошибки, грехи и прочее, и прочее, сразу же определяет самое основное определенное место после смерти, у скандинавских народов это Вальхалла, у северных народов это немножко иной, у восточных народов точно так же место воина это определение в раю, где ему предоставляются гурии и прочее, прочее, у народов народов равнинных это священное место воина, то есть он изначально на себя как бы взял функцию освободителей, поэтому его так и почитают, и постоянно ему отправляют эти посылы, благодарения и прочее, прочее. это первое, когда человек выбирает свой путь служения Отечеству, народу, роду и так далее, ему дается определенная дополнительная защита, если он своей аскетичностью, своей жизнью, образом жизни, то есть он абсолютно отрезан от мира, он не тратит время на утеху с женщинами, он не пьет, он не ведет аморальный образ жизни, он духовно растет, развивается усиливается, и если он принимает определенные тайные знания, которые имеют место быть, и которые действительно реальны, и они помогают, тогда он становится втройне неуязвим, а уж тем более, если он еще был подвержен древних учений, если он это принимал, верил и продолжал, развивался в этом направлении, то понятное дело, что под защитой определенных сил эти воины были просто неуязвимы, что они действительно могли предугадать или предсказать, или видеть будущее, или видеть прошлое, что они действительно могли выйти из осадного положения абсолютно невидимы, и их, скажем tak, не ловили, что они могли заговаривать раны, что они могли остановить кровотечение, что они могли остановить ход смерти, что они могли защититься, что они могли остаться невидимым для глаз врага. Понимаете, это были ведьмаки. Продолжители, характерников Фидаи или Гайдуков в наши дни тоже есть, потому что у всех народов мира есть просто прирождённые воины. Люди, которые себя вне этой профессии не представляют. Это не прапорщики, которые там сидят в этом, знаете, продают, распродают всё имущество, части. Нет, это люди, которые посвятили себя войне. Это люди, которые посвятили себя воинскому делу. И это люди, которые находятся постоянно в горячих точках. И как ни странно, они как заговорённые. Они всегда выходят сухими из воды. Есть люди, которые служили в Афгане, в Чечне, в Югославии, где они только не были. И они всегда выходили из осады. Их словно некая сила вела вперёд, словно спасала. Можно сказать, что это один из современных характерников. Человек, который чувствует своего врага, чувствует намерение врага. Помимо опыта его, который есть, помимо опыта, который у него есть, и знания, у него есть ещё некий покровитель, о котором, может, он догадывается, может, не знает. Но в отличие от древних характерников, сегодняшние характерники, может быть, приписывают это всё своему опыту. Однако это не так. Есть очень много опытных людей, опытных воинов, которые погибали. Дело не в опыте совершенно. Есть некая сила воина, которая выбирает среди мужчин воинов, помогает и ведёт их. Даже помимо их воли. То есть сам по себе характерник уже рождён как избранный. Как войсковой, скажем так, колдун. Да, если уж так грубо сказать. Целитель, врач, наставник, учитель и так далее. Это очень обширная тема, и поэтому обсудить полностью ещё, наверное, вернёмся к этому вопросу. Но пока я просто решила рассказать об этом, чтобы эти три понятия, которые на самом деле взаимосвязаны, потому что многие, рассказывая об одном, не знают совершенно о корнях этого понятия, о том, что до характерников существовали фидаи. И что после характерников снова дело фидаи продолжилось. А потом это дело продолжили гайдуки. Так что, дорогие друзья, воины-характерники – это мужчины, которые обладали сверхчеловеческой силой, чьи мысли, слова, действия обладали колоссальной силой, которые могли... Что? Врага издрю, то когда на своей земле убиваешь врага, то что? Как что? То ты спасаешь род, свой родной. Ты защитник рода. Ты продлеваешь роды. И это говорит о том, что ты должен быть награждён. Что ты, невзирая ни на что в этой жизни, если ты спас хоть один род, и хоть один род благодаря тебе продолжился, не остановился, ты уже имеешь право рассчитывать на то, что после смерти к тебе, к твоей душе будет особое отношение. Вот что. Ответил на ваш вопрос? Итак, мы к этой теме ещё вернёмся, но именно истоки и схожие философии, которые существовали на Востоке, на Западе и так далее, то есть я просто захотела, чтобы мы это всё... Мы нашли взаимосвязь, и эта взаимосвязь есть. Я про ад и рай говорила, я не собираюсь сейчас по новой эту тему поднимать. Тема совершенно об ино. Итак, просмотрите, подумайте, обдумайте, и я думаю, что эта информация тоже в себе несёт знания, которые вам нужны, необходимы, как и любое знание на этой земле. Всем удачи и всех благ! Субтитры сделал DimaTorzok